Приветствую вас. Вы знаете, я до эффекта слушаю мои светы и знаю, что в подавляющем большинстве случаев я читаю те вопросы, на которые даю ответ, вот, потому что так немножко лучше воспринимается то, что я говорю. Но в данном случае я, наверное, читать вопрос ваш полностью не буду во многом потому, что там есть повторяющиеся элементы, вот, а просто постараюсь своими словами предать суть. Суть в том, что вы встречались с мужчиной восемь месяцев. Потом, судя по всему, вы забеременели, вы решили оставить ребенка и вы поженились. Я понял это так. Хотя вы об этом не говорите прямо, но я понял это именно вот таким образом. Может быть я ошибаюсь. В таком случае вы меня поправьте, пожалуйста, если я неправильно вас попонял. Вот. Значит, вы оставили ребенка, вы поженились, ребенка вы любите. Очень сильно осмужим ад, потому что муж ведет себя отвратительно по отношению к вам. Не уважает, не ценит, не любит, вот. Не дает денег, хамит. Угрожает разводам, вот. И все делает для себя, вам не помогает. Вообще никак и ни в чем. Вот. Соответственно, ваш вопрос, который вы задаете, звучит следующим образом. Что вам в этой ситуации, ну, вот. В текущей ситуации дела. Вы знаете, честно говоря, первое, на что я хотел бы, наверное, обратить ваше внимание, это на то, что вообще вас с мужем объединяет. Я говорю сейчас абсолютно серьезно, потому что, совершенно я как-то вот, не понял, исходяя из того, что вы написали, совершенно, я не понял, что общего между вами и вашим мужем. Именно общего, что, вот. Что вас объединяет, что вас связывает. Вот. Почему вы решили вообще с человеком, именно, ну, именно, вот, с этим человеком вступить в отношения и так далее. То есть я вот этого, если честно, а, в вторую очередь, понять не могу. Вот. Ам, то, что вы описываете, то, что вы описываете выглядит таким образом. Выглядит так, как будто цель вашего мужа была лишь в том, чтобы, ну, чтобы жениться на вас. Цель вашего мужа была в этом. И когда он этой цели достиг, когда он этой цели добился, то, собственно, все остальное его интересовать, вроде бы, как перестал. И я хотел бы, конечно, спросить вас, на сколько много между вами общего, что вас объединяет. Я должен это спросить. Вы говорите, что были руководителем до свадьбы. Вы говорите, что у вас была хорошая заплата на свадьбу. Но, получается, что от всего этого вы отказались ради того, чтобы быть с мужем, ради семьи, получается. Но если так, то и мужчину, вы выбираете такого, чтобы можно было с ним создать семью. Но создать семью, вероятно, не простую, а именно ту, которая подходит. А вам, под вашу модель, семью. А ваша семенная модель, эта модель, судя по всему, судя по тому, что я могу, ээээ, ну судя по тому, что я могу видеть. Ваша модель – это модель жертвы, модель с достаточно низкой самооценкой, к сожалению, и это модель страха ассоциальной. В то же время, это модель стремления к защищенности, а значит модель перекладывания ответственности за свои желания на другого человека, что и с нами, что и с нами, к сожалению. Так что, это, наверное, такая проблематика, и то, что вы описываете, например, сейчас то, что вы описываете, это выглядит как ваше жертвенное положение, как некий жизненный тупик, в который вы уперлись. Из этого, на самом деле, нет выхода, по крайней мере, что окажется на первый взгляд. Потому что, с одной стороны, тиран – муж, с другой стороны, одиночество, брошенность и ребенок. Но, если вы, как следует, подумаете, а еще лучше, если поработаете с психологом, вы увидите, что здесь присутствует в определенной степени сценарный модель поведения, что вы сами себя потихонечку загоняете в этот тупик. Для чего? Вероятно, для того, чтобы не сомневаться в дальнейших решениях своих, которые вы могли бы принять. В противном случае, если бы, если ТПК не было, то вы бы не сомневались в том, что вам делать. Так, по крайней мере, видится мне. Отсутствие между вами и вашим мужем того общего на личностной основе все могло бы стать фундаментом для здоровых отношений между вами. В общем-то, доказывает тот факт, что вы воспринимаете себя как партнера по отношениям, ну, далеко не с самой лучшей стороны, далеко не лучшим образом, к сожалению. И это, наверное, одна из ключевых проблем, на которые ваш покорный слуга, то есть я хотел бы обратить внимание. Дальше идем. Значит, вы пишете, что 32 года у вас первый брак. Ну, это довольно поздний брак. Соответственно, какие-то были причины, по которым ранее вы замуж не вышли. Для чего вам ребенок? Тоже важный вопрос. Значит, вы пишете, что до рождения донос руководителя зарплата привычная, всегда обеспечивался до самой. Может быть, но как-то редко вышли в зависимость. Плюс, вероятно, конкуренция, ну, между вами не может иметь место быть. Так, значит, у нас ссоры. Ну вот, ссоры, это, наверное, последнее, на что я обращу ваше внимание, да, здесь я рекомендовал бы изучить психологическую игру «Скандал». Она есть в интернете. Изучите ее. Это первое. Второе, на что можно обратить внимание, то то, что вы пишете про претензии вашего мужа к вам, но и у вас тоже. К мужу есть претензии. У вас к мужу есть немаленькие претензии. Это ожидание. Вам необходимо поработать над тем, насколько они обоснованы, эти ожидания. Потому что, на мой взгляд, они не обоснованы. Вы просто не знали своего мужа. Вот, опять же, ваша именно конфликтная составляющая отношений, в том числе и физическое воздействие, помимо того, что свидетельствует о низкой самостырке вашей, да, о жертвенности некой, еще есть момент такой, что у этого имеется история. То есть, есть история у вашего конфликта. И эту историю нужно узнать. Нужно понять, как развивался ваш конфликт, из чего он развивался. Да, может быть, вам помочь. Ну и вы пишите, что делаете, да. Я здесь могу вам задать такой наводящий вопрос. Вот. Что делать, чтобы что? Что на выходе? Вы хотели бы получить для себя. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!